Бродячие фокусники придумали такую замечательную вещь. Ударить, как большой костер, зацепить, порезать и выглядеть не как оружие. А можете еще раз руки взять на секундочку? Простите, пожалуйста. Я могу дать. Посмотри на меня. Единственное, что мы ее не точим. А как это? Индийская, а называется? Ладно, рога футируй. Ребятня приходит, потому что я и так боюсь, что к японцам вообще подводить нельзя. Руки туда тянут. Какие страхи. С этим более или менее все понятно. А как это называется? Просто дубинка. На ней нет единственного таких шипов. Это русский оберег. Ну, сейчас запретили просто держать шипов, наверное, в открытом доступ. Поэтому нет. Но вот этого никто не помнит. Что-то вроде камчей. Современных казаков спрашивают. Что такое? Ни один не сказал. До сих пор. Все крымчане приезжали. Вам так же надо сказать. Не, волчатка. Страшная вещь. Для охоты на волков. Коня погонять можно, да? Легко. А вот если волка так не испугаются? Нет. Нет. Ого. Ты хорошо. Там внутри свинец. Ого. Сердечником это все. Ничего себе. Страшнее полицейских дубинок и всего остального. А как еще раз волчатка? Волчатка. Волчатка. Казачья. Вот, хорошая вещь. Страшнее австралийского бумерана. Весь вопрос только в одном. Найти вот этот вот корень. Хороший. Подходящий. В руке лежит замечательно. Если метнуть. Ну вот. Проворачивается раза четыре этим корнем. Даже в шлеме человек будет. Пробовал. Точно глушит. Страшно. Тоже дубинка. Ух ты. Есть такая? В арсенале. Хорошая вещь. Очень хорошая вещь. Удобная. Незамерная. Топорик. А какой топорик? Топорик. Обычный. Необычный. Полусекера. Вот обычный. Пожалуйста. Вот я специально. Необычный. Держу. На основании. Вот это обычный. Вот это обычный. А это какой? Если правильно рубить. Вот этой части. Смаху. Лопается пластинка в доспех. Даже свиняется торчулем. То есть. Человек в любом случае. Повреждения получает. Она для этого придумает. А вот эта вот борода. Называет. Можно сделать очень много. Цепь. Человек. Казану. Раз. Уронил щит чужой. Оттянул на себя. Открыл противника. Можно всаднику стрельнуть. Порвать упадет. Можно во время боя хват поменять. Если тесно. Негде мне. Разматривать. Я вот так. И можно видеть. Как кастет. А это уже не было. Прямо перед собой. Как кастет. А ниже качу. Все боевые. Это русский топор. Боевой он считается. Боевой он считается. Да. Это будет шумитательно. Уже. Даже близко они еще похожи. Это Новгород. Парные топоры. Вот. Очень удобная вещь. Девчонки. Отходите. Отходите. Девчонки. Если я их выкину. То мне придется убегать. У меня в руках. Ничего не останется. Но пока они у меня в руках. Но я не скажу. Что вообще невозможно добраться. Ну будет очень сложно. Они очень хорошо двигаются. То есть маневрены. В любом направлении. Как хочешь. Понятно. Так. Так. Из-под щита. Через щит. Пожалуйста. А двумя. Практически. Ну вот. Так. Попробуйте. Ну да. Двеер. 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 Это если. С лица. Если вокруг. Пожалуйста. Не могу. Двеер. Двеер. Да. Даже не надейтесь. Не заделай. Попробуйте. Мне очень удобно. Вот для этого и придумал. Единственный раз я видел. Хорошо снятыми в работе. Александр Карской битвы. Последний который. Да. А вот. Работу с топорами. Постоянно очень хорошо. А кто-то еще в наше время занимается ими? Ну реконструкторы. Ну только реконструкторы. Ну только реконструкторы. У нас в Новосибирске есть реконструкторы. Работают по-моему. А кто тогда идет? Каскадеры. Каскадеры. Занимаются. В основном. То есть приходится заниматься. Вот. Кистень. Кистень. Да. Причем сибирский вот наш. Чисто. За Уралом там уже другие. Вот длиннющая рукоятка вот. Такая вот витая цепь. Почему не знаю. Но именно витая должна быть. Ну и шарик килограмма два. Все. Небольшой. Но это не самое интересное. У него возможностей мало. Вот такого. То есть нет. Тоже новый раз. Рукоятки нет. Воинственные. Можно выбрасывать. Взял, скрутил. Да. Вот места нет. Пожалуйста. Он прямо рядом со мной. Отпустишь. Китай. У меня есть место. Отпусти. Можно выкинуть. Вот. На длину цепи. Он же так, что не полетел. Не надейтесь. Говорю. А еще очень удобно было носить. Все. И пошел. Все было хорошо. Единственное, что обожали такие кульницы в Новгородске. Ребята очень трудные. Шарик здесь висел 14 кг. Ого. Гирька. Почти кудовая гирька. Шлем снялся вместе с голодой. Только попраска. Причем почему-то это самое. Сразу назвали. А то обычно. Кочарга. Как тупо его не назвали? Это Ленка наш, кто был руч. Ухват, да. Ухват, да. Ухват, да. Ухват, да. Ухват, да. Ухват, да. Ухват немножко необычный. Ура. Горшки подхватывают. Длинная деревяшка такая вот. Где-то на полметра длиннее. Ну и вот. Где-то вот так железяк. Можно горшки подхватывать. А можно человека с коня сбросить. А можно руку сломать. А можно за шею. А можно чужой топор вырвать из руки. Это не Новгородские женщины там. Своим мужчинам. И забор вылетел. А вот чтобы его не перерубили. Длинная же. Так что он больше глядра печенье. Пешком сделан. Так. Ну что, это? О, заболе. Ну это датская игрушка. Значит с них спадли. Ковка. Ковка. Вот такой нож Александр Невский носил в сапоге. Это Новгород. 13 век. За сапожный нож. Очень удобно. Дернул. И вот он уже в руке. Очень удобная вещь. Практичная. Ну, кстати по месту вообще. А он легкий. Он должен быть легкий. Уходить с килограммом в сапоге. Перевешивать надо в сторону. А когда у тебя висит бирь в 14 килограмм, то ничего? Это наше. Это уже иркутские кузнецы. Ну ему 200 лет. Он просто хорошо сохранился. Он в таком месте лежал, что не сгнил и не развалился. Чисто случайно. Медвежий нож для медвежьей охоты. Достаточно тяжелый, но очень удобный. То есть резать, колоть, шкуру снимать. Идеально. Можно вообще снять его с короткой рукоятки. Посадить на длинное древко. И будет маленькая охотничья пальма. Копье. Так что универсальная вещь совершенно. Златоуст. Ну это без разговоров. С этими мы. Да. Кстати испортились в последнее время. Испортились. Тоже хотел сказать, что цена бешеная. Совершенно. Считается, что каждый исключительно в единственном экземпляре. По рисуночку именно. Не знаю, лежит так вот. Показать, что есть такие авторские ножи. Не больше. А я сейчас расскажу. Американцы вот более-менее стали делать ножи. Чем-то вот по функциям. Но наш похож. Месяца два проживет в лучшем случае. Так это Китай. Покажи мне, пожалуйста. Не держит заточку. Почему? Американцы. А покажи мне, пожалуйста. Китайцы лепят так же. Армаш Дель Мунда. А это этот. Вот это вытирается. Сто процентов. Вообще. Да. Не держит заточку. Не держит ничего. Ну тут видно, что да. На выброс. Просто красивая игрушка. Красивая. Да. Вот это какой-нибудь кортик. Это есть кортик. Это он, да? Да. Он, слава богу, хоть что-то это. То есть морское это оружие, да? Интересная штука. Причем вот офицеру кортик осторожно там, девчонки. Дается, собственно говоря, один на всю жизнь. Сворачивается. Гайка. Записочка туда внутрь. Фамилия и звание младенца. На всю жизнь один и один. Можно? Можно, пожалуйста. Да, можно. Да, пожалуйста. Это сувенир? Настоящий? Нет, почему? Сувенир. Нет, сувенир. Настоящий просто это. Реальный хороший кортик. Офицеры его никогда не отдадут. Никогда не отдадут. Помрехли не отдадут. И наследники. Да, они вообще никак. Ни за что его не отдадут. Подержи. Штука интересная, конечно. Опасная. Потому что он с торца. То есть его не видно. Вот я обычно обычно начинаю. Я останавливаю где-нибудь перед горлом. Видишь? Вот этот видно. Вот он, зараза. А вот этот не видно. Что интересно, эти морские котики у них же. Их нож, он вот такой коротенький. Ничего они им делают. Это вообще-то страшно. Вот. Ну и название, соответственно, воробей. А это кто делает? Это размеры. Это наши. Это детей мучаю обычно. Приходит мне в курсе. Но! Будущее воин. Что это такое? Никто обычно не говорит. Тихо, тихо, тихо. Ножницы. Ножницы. Причем вот этот вот бакелит. Вот эти вот щёчки. Они очень хороший изолятор. То есть даже проволока под током. А как он заплялся к автомату? На ствол. Вот здесь вот. Замочек маленький. Вот так вот. Раз. На ствол. Защёлкнулся. И всё. Ясно. Ну вот автомат на работе просто сейчас катается. В Питере. Приедет. Можно будет показывать. Девочки. Ну чё тут ещё хорошего. Ну вот. Хулиганы американцы. Бандюли. С тестером вместе. Был, да. Был, собственно говоря, у испанцев вот этот вот. Нож огромный. Для драки под палубой. Для абордажного боя. Вот с такой. Рукояткой. Фирма Zoom Steel спёрла идею. Да я не помню. Я вот тоже. Вот и да. С первой идеей. Сделали вот такое чудо. Городской нож называется. Ну не знаю. Я с ним по городу не хожу. На всякий случай. А почему? Ну он похож. Рукоятка очень. Похож, да. Ну немножко. У него всё. Богатый просто. У него всё-таки это самое. У нас ещё. Вдобавок. Богатый просто. Компас. Ого. Таблетки сухого горючего. Леска. С крючками. Наше желание. Я верю. Ничего себе. Всё в одном называется. Тут даже не три. У кого-то. Шкура. Ну всё. Тут всё есть. Практически. Шнуры всё, что захочешь. То есть с ним пропасть в тайге. Ну я не знаю. Надо сильно постараться. Надо сильно постараться. Интересно видели такой или нет. Пойдите один нож покажем. Почему? Американцы тоже придумали. Очень интересный вариант. Очки надо. Глаза одену. Посмотрю. Аккуратно. Главное наживайте. Потихоньку ручку поворачивайте. А не. Я не буду ничего поворачивать. Я смотрю это самое. Нет. Там вся фишка. Как раз надо повернуть. Вы тогда лучше сами покажите. Повернуть тогда лучше сами. Ну. Всё просто. Ну да. Ага. Кизлярец, который увидел один из совладельцев кизлярского завода на последней выставке охоты и рыбалка. Когда я его увидел, быстро отфотовывал его. Я говорю, в следующем году вы мне коньяк пришлёте за это. Через месяц будет он уже всё. Да. Через месяц появится где-нибудь в продаже. Надо будет посмотреть у нас. Посмотрите. По-любому. А ясное дело. Они же появляются моментами. Можно на поясе таскать. Можно на шее. Ой. На один колец. Такой же торцовый, только маленький, городской. Вариант, который можно таскать с собой. Сколько хочешь. Но это вообще это. Самая удобная вещь. Я бы, если честно, и вы меня извините, конечно. Противника. Если я маленько поправлю, это кукри всё-таки. Кукри нет. Или он изгиб другой нотки. А, он более узкий вот в этом вот месте. Кукри тоже нет. Просто здесь его для сравнения. Я недавно узнал, как кукри рубить правильно. Люди рубили вот этой широкой частью. Оказывается, надо вот этой узкой. И она вот так рубит вообще шикарно. Очень удобная вещь. А это любовь комбинирует ножище. Знает. Знает, что это такое. Молчи. Ага. Недавно видел. Брелок выключает. Брелок. Да, да. И меньше девяти сантиметров самое главное я. Ага. Ясно. Под законом не попадает. Хочу себе такой брелок. Тоже галочка. Ну, это красиво. То есть, что-то ты не делал. Ну, видите. Влетательных ножей их вообще очень много. Сейчас вот последнее. Да, 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 конечно. Ну, это, собственно говоря, даже уже не нож. Я бы сказал, больше на стрел тянет, чем на ножи. Ну, вот это вот. Зато хорошо летает и очень круто втыкается в угол. А вот этот красивый прям такой. Нет? Тоже хулиганирует. Здесь в господ Монголов была такая традиция. То есть, в 6 лет вешать иммулет надо было ребенка. Здесь вот должна быть резная кость, а вот здесь бирюза. Если здесь будет резная кость, а здесь бирюза, монголы будут ходить без штанов. Поэтому традиция осталась. Но сделаю, конечно, пластика. А, ну пластика была очень. Ну, красиво. Ну, красивый. Ну, красивый, да. Ну, пластиковый. Пластик не больше. То есть, да, подарили. К счастью. И все. Дань традиции. Не больше. полицейский вариант дубинка фонарь и шокер сейчас много продают эти именно фонарик шокером я здесь это хорошая хорошая я просто нечаянно кого не накрыли чуть-чуть все дети приходят приходится заточен нет диплома эти самые жены самураев такие обожаю снаряд она очень хорошо прячется туда 8 можно просто кольнуть особенно если она отравленная можно выдернуть и ударить со шпагой по кораблю кругом банка это парышни несовременно очень узкие места куча пушек стоит у тебя под руками испанцы придумали замечательный бандаляр большой нож для драки потом они начали рубить сахарный тростник на плантациях хорошо сначала или друг другу маневренный головой легко двигается шашка вон там мечи сколько висит всяких разных шашка длинный нож тоже что интересно у нее у шашки одна особенность совершенно нет чисто для кона боя придумал во время боя над головой коня надо перебрасывать из руки в руку легко если будет гарда все а вот это вот тихо тихо не трогай там ничего хорошая хорошая улавливает что-то да ну ребятня чего только не выдумывает да ударить я говорю да зачем ударить у меня же клинок в руках я клинком и буду ударять что револьвер что ружье пожалуйста поставил спасибо стрелять он уже не будет вот офицеры донских казачьих батарей до 1917 года обязанных это штатное оружие это 1909 год конкретно очень хорошая очень хорошая вещь и бритки ну во-первых у него гардена большущая во вторых у него клинок совсем другой двоудорный обязательно и очень легкая но я говорю что клинок у него прям настоящий настоящий 1909 год можно владеть сложно даже не она там номер есть на нем точку это или не ручным кович и махать и махать за одно удовольствие не устанет особо вот она и придумана была чтобы махать долго в сабельном бою чтобы можно было выдержать часа два-три очень удобная вещь ну после 17 года не осталось ни донских батарей ни офицеров все я говорю хорошо махали что было один клыча остался грузинские дворяне носили полусабли то есть ну для чего в замке во первых то есть там переходы прямо внутри стены места нет нужно узенькое короткое насчет такое но к тому же не все дворяне были очень богатыми поэтому это сабли это как перевязь у господина портоса вот это точно ничего не ведь полусабли вообще легенки почему макро востока почему макро востока а нет это то есть это же микро стоп это да 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 просто это для усиления держать удар чтобы клинок выдержал удар тяжелый вилок сейчас это все сейчас это все легко причем вот и лучше за клинок не браться я тут взялся вчера чистить это катана да? да да провел это ватка с маслом но вот только зажил чуть-чуть просто провел это ну уже страшно смотрят это уют сколько там по 10 тысяч слоев не, ну это не авторская кстати это заводская сразу говорили авторскую из Японии привезти бесполезно вот это ездит два месяца сюда 40 справа половина там и половина у нас что это не дай бог нет а почему не привезти? не продают задрюбелы? нет ну это все равно что у нас икона выйдет нет много возят же нет нет ну это контрабасов ну как можно горячить ерунду либо на самом деле контрабасов но если про настоящих ниндзя говорить они такое не носили это для кино только в кино да трубка можно дышать под водой можно иголочками стрелять плоские ножи чтобы на ветках дерева сидеть квадратная гада через стенки через низкие перепрыгивать но я такой реально даже никогда не слышал а в кино пожалуйста во всех боевиках прямой еще есть обязательно вороненыш кино ну и есть собственно говоря не держал дубинка а это металл? нет нет а металл да нет мне показалось метать нет металли неудобно не маневренные а вот меч когда сюда попадал угу и сразу его можно зажать особенно если они в паре работают туда да легко ну что отломалась ну что можно сказать потом по углу ой хорошо ваш лук превратился в конце концов с виду тоже вещь не серьезная но удобная под каждую руку можно регулировать укладочкой сейчас она желтая под ними красная прицел как на винтовке он регулируется на 75 метров очень легко причем здесь вот покровали вот эту стрелу пробило и столь и столь и столь так что достаточно серьезная вот ну а так я стрелял ну а теперь сортов да здравствуй випр не боже мой или это не випр а один киношный вариант випр же точно один в один всем хорош от боевого отличается только вот этим стволом ствол но во время съемок собака плавает не дай бог не дай бог тебе его воду режиссер бьется без него вот надо сразу не нашли бутафория а так все стреляет все замечает 18 очень удобно карманный пистолет называется карманы были килограмм железа можно было носить с популярностью заряжается хорошо засыпали мярочкой порох забили пыш закатили пуля открыли полку засыпали порох на полку закрыли полку взвели курорт все просто умрешь десять раз пока да может быть один раз выстрелил а извините вот это не нога или случайно нога и не случайно только почему тут слышали потому что НГТ потому что копия полная можно разобрать собрать то есть он ничем не отличается у него кроме одного лет двадцать не позже я вот сегодня просто не работаю поэтому керосин кругом отмыкают они после работы все то же самое заряжается точно так же ног от ног маленькими вместо этого самого кремля трубочка капши лагируют сбегаются не знаю девчонки сейчас будет бабах громко уши зажмите большой бабах зажимайте уши вот единственное что оно просверленное из него дзынь патрон у него есть патрон капши пуля пушки все нет я закрывала я закрывала это братьки немцы сделали четырнадцатом четырнадцатом году чудо враждебной кепле не барабелом для своих мальчиков касая рукоятки интересно я все время спрашиваю для чего мне потом объяснили сапог раз и выдергивается легко и затвор и затвор для этого заводить и затвор необычно лягушка все хорошо если начну стрелять будет мечта буровникова он как с чечни вернулся понят в в в